так продолжим ситуацию с бочками так и чем не начать так мне наверно нужно где-то здесь находиться это что у нас тоже не то от бимсы вот это уже что такое подобное что-то интересное давайте посмотрим где же у нас будет находиться так вот экскуроса где-то здесь должен быть скин вот скин на скине есть интересные пики вот есть давайте сделаем пик немного я сдвину его вот так например на 0.1 так сделаем поле экстракт глобал а только сайт сделаю сюда ливерс клип по оси z делит по нормалям 45 так так поле фил давайте сделаем так отсидите 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 for each connection pieces баунс Сделаем буллинг, делаем миррор, сдав фьюзер И теперь мне надо понять, какие же оставить из них Так, сделаем из них общий баунд Сделаем тут тоже Сделаем буллинг Сделаем опять баундинг борт побольше То есть копируем Здесь по нулям Да, можно не делать этого, да? Здесь по нулям этого хватит Просто в ноль все упадем Так Делит прим Поднимем для примитивов Поднимем их повыше Вектор Ну, на единичку Таким цветом я обозначаю повышение Ставим их в блок Какой же результат хочу я получить? А это remove прим Удаление примитивов Нужно условия только Сюда Так, сделаем интерсект На второй вход На второй вход На минус 100 Если есть пересечения То будет Если нет пересечения, то будет минус 1 Ну, меньше нуля Короче Все, они удалятся Минус 1 Это меньше нуля Вот это можно теперь копировать Здесь все убиваем Берем верхний, наверное, да? Давайте сделаем Load Subdivision На лотит поставим Какой-нибудь рендом Да не будем рендом ставить Минимальный сайт 2 поставим Ну, нормально, в принципе Давайте сделаем Ray Давайте сделаем Subdivide Ограничим, так сказать, расползание Вот этих вот линий Блинерный на 2 И сделаем Ray точек Вот к этим точкам Сейчас они такие Какие-то хаотичные Берем ближайшую точку Второго входа Берем ее позицию Это прицеп у меня, кстати Второй вход Point P Затаскиваем сюда Она вот так вот, видите, от Ray Вот Сюда Так, хорошо, кстати, дома делать всякие Вот здесь будут маленькие бочечки Здесь большие Можно, конечно, сделать Да, пускай будет 2,5 Пускай будет так Неплохо Что делаем дальше Давайте, что тут у нас, что-то набежало, нет Да, давайте все Очистим Ничего не мешалось Теперь создадим линии, которые будут Ну, как бы вот быть От короткой стороне К короткой стороне Линии На которых вот так вот будут Вот так вот будут бочки расположены Так Так, опять забыл нажать Так Не помню, где остановился То есть так Значит, три вертекса у меня Делаем Определяем дистанцию И дистанцию между Третьим Определяем минимальное То есть сравниваем Если это меньше То мне и нужен Делаем Делаем сабстракт Смещаем вдоль нормали На целую величину Но на половинку Расстояние Поэтому я не нормализую Здесь Нормаль Это выходит В центральную точку Должна выйти Значит, здесь у меня Поставлено в точке А надо все это переключить В примитивы Выделю все В примитивы И вот куда она Выскакивает Значит, переключу Сабстракт наоборот Вот отлично Значит, вот здесь Короткая сторона Для этого Для этого примитива Здесь То есть, в принципе Одна точка У нас готова Первая Сделала Ремоф Примитив Они мне нужны Уже Ошибка Туда Подключил Почему от прим? Это же надо От поинс Поставить Такие невнимательные Вещи Получаются Ну вот Отлично Вот они Центрации Нашли Ну сейчас Просто ноль С точки Вот это Сделаю То же самое Но сделаю Здесь нод То есть Наоборот Будет А И здесь Нужно Тогда От точки 2 От 2 Между 2 Получается Вот То есть Нужно Второй Вертекс Сюда Поставить Ну вот Что получается Как бы Есть Линии Я их создал Которые Мне необходимы Но я Еще Возьму Substract И Длину Length Вот этого Вот этой величины И запишу Еще В примитив Set Attribute Сейчас Вот в примитивах Нет его Мы сейчас Запишем Номер Примитива Вот эту Длину Add flow От этого Значения Назовем его Для примитива Length Нет Вид 0 0 0 0 0 Почему 0 Потому что Вот примитив Да Вот ширина Которая Нам дальше Пригодится Так Этот этап Закончили Создали Линии Давайте Дальше Постепенно Будем Сейчас Еще Делать Давайте Создадим Wob И Поставим Взаимному Instance 5 Здесь Сейчас Создадим Точки Для Которые Будем Копировать Бочки Давайте Сделаем Сейчас Так У меня Здесь Нету Есть Визуализатор Какой-то Скопируем Его Поставим Делаем Пока На примитивах Q Визуализатор Чтобы Мне постепенно Контролировать Что же Будет Происходить Так На примитивах Мне нужно Так Я беру Import Vertex Attribute Вот И С первого Входа Делаем Substract И Определяем Длину Именно Этих Линей Делаем Bind Export Q Смотрим То есть Это Длина Линей Ну Похоже Что-то Такое Да Это Подлиннее Это Покороче Так Теперь Возьму Атрибут Вид Который Я сделал Он У нас Флотовый Где он Там Как он Там Да Вид Создал Не И попасть Так Создал Вид Вот он Кстати По-моему Вот так Бочки Собираюсь Разложить Вот Поперек А это Означает Что Давайте Давайте Немножко Поменьше Сделаем Multiply Constant Флот И Разделим Вот Длину На Ширину Эту Ширину Сделаем Раунд Интеджер По сути И По регуляр Немножко Так Лучше Шесть Бочек Да Похоже Это Именно Так Получается Да Шесть Так Маленьких Влезет Здесь Три Влезет И так Далее То есть Это Целое Число Давайте Сделаем Сделаем To Integer И Мне Понадобится Для того Чтобы Сделать Цикл То есть Это Количество Сюда Идет То есть Мне Количество Точек Нужно Сюда Задать Теперь Я Разделю Будем Делать Ресэмпл Как бы Вопе Разделю Вот Эту Длину На Количество Бочек Получу Расстояние Даже Возможно Это Ширина Бочек Теперь Буду Создавать Точки Так At Points Displacement Along Normal Буду Перемещать Вот Первый Вертекс По Нормале От 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 Этого Сабстракта На Какое Количество На Вот Это Количество И Создавать Точки Каждый Каждый раз Буду Прибавлять По Единичке Добавлять Не Добавлять Негейт Или Скейл Можно Поставить Минус Один Вот Вот Они Переместились Здесь Сделаем Можно Уже Remove Primitive Сделать Ударить И Здесь Сделаем Substract Constant Не Нужен Нам Последний Нет Наоборот Здесь Сделаем Сейчас Ноль А Мне Нужна Первая Итерацию Прибавить Как Ноль Единичку Да И все Таки Substract Похоже Нужен Вот Собственно Наверное Э А где Здесь Точка Почему Ее Нет Так Так Давайте Это Тогда Убираем Так Раз Два Три Так Все Работает Так Еще Так Еще раз Я тогда Сдвину Сдвину Значит Вот этот Еще Сдвину Сделаю Копию Позиция Нормаль Возьму Расстояние И Сделаю Девайт Констант Это Расстояние Ки Уже Не надо Наверное Минус Два И Они У меня Сюда Все Перебегут Так Теперь Set Атрибут Устанавливаю Нормаль Так У меня Здесь Есть Вот Негейт Ну В принципе Отсюда Можно Взять Только На Кросс Продакте Перпендикулярно На Этой Точке Должна Появиться Нормаль И Мне Нужен Еще Атрибут Scale Тоже Важный Атрибут Который Нужно Собрать Вот Точка Flow To Vector Что Что Здесь Короче Будет Сюда Сюда Ставим Тогда Все Расстояния Вот Эти А Сюда Поставим Ширину Можно Скопировать Ставить Сюда Бокс Один На Один Ну И Мы Видим Что Они Как Бы Здесь Нормально Копируются Единственное Что Возьмем Этот Бокс Возьмем Бочку А Где Бочка То А Вот Она На Третьем Входе Это Бочка Вот Мы Ее Нормализуем В Кубик И Скопируем Сюда Уже Нужно Сделать Трансформ На 90 Градус Вот Такие Бочки Раскопировали Слишком Большая Одна Да Царь Бочка Получилась Можно Еще Их Покрутить Кстати К Это Ну Бочка Я Вижу Что Вот Этот Скейл Вот Здесь Который Я Переделал То Вот Надо Это Возьмем Вот Этот 0.75 Вот Они Будут Покороче Ну Ну Наверно 0.75 Может Взять 0.9 Да 0.9 Наверно Будет Получше Нет Это Влияет На Вот От Скейл Сюда Поставим Вот Такие Бочки Нормально Покрутим Че Я Тут Крутил Так Так Где Тут Этот Лот Саб Дивижн Выше Что Так Ищу Его А Вот Он Найти Был Давайте Посмотрим Что Здесь Еще Будет Не Регулярно 0.5 Нормально Ну Полтора Пускай Будет Да Ну Это Совсем Регулярность Да Пускай Будет Так Ладно Хорошо Так Продолжим Так Еще раз Давайте Есть Бочки Делаем Баунс Удаляем Четверку Сделаем Большой Большой Баунс Берем Вот Здесь Хул Идем Сюда Делаем Буллин Делаем Полифил И патч На нем Делаем 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 Так Получили Что-то Подобное клип конверт лайн отсортируем к нулю удалим 0 сделаем resample получили такие элементы добавим сами полигоны для досок это доски на которые бочки будут падать потому что хочу такие промежуточные сделать все равно ниже ничего не видно будет это досок то ничего наверное тоже не видно будет мы посмотрим вот такой последний геометрия которую мы делаем потом уже засимулируем так мне нужен хул вот я буду в него биться так для примитивов так часто следующее так берем импорт вертекс атрибут потому что мне нужны прим нам нормале куда лучом бить так нулевой first input делаем первый сабстракт вычитаем мы получаем короче нормаль к точке так нормализовывать не буду сделаю лонг нормал позиция нормаль на 0.25 на четверть поставим точку проверим куда пришла мне здесь нужно разделить примитивы на декон вертлайн пришла не туда так что поменяем здесь вот теперь туда пришла сделаем так же здесь на 0.75 можно сделать remove прим так какие то точки я сделал так теперь я лучом пробью в корпус вот сюда и посмотрю вот от этой точки от этой точки до которые одному примитиву придет посмотрю минимальное значение файл беру позицию так сабстракт нормализует нормаль так нормализую делаю cross product чтобы он был перпендикулярно и для мультиплей констант я делаю для интерсекта потому что ему нужна длина он будет только по длине считать ну посмотрим вот они куда прилетели на эту сторону хорошо то же самое сделаю для для вот этого от этой точки вот и они сделаю минимальное и уже на эту длину я сделаю дисплейсмент но уже вот этот стартовый который я делал да позиция нормаль кросс и вот это расстояние так гэт вектор компонент возьмем x или что там дарить 1 и это минимальное будет и они должны быть одинаковые в принципе только позиция берется у нас с вот этого да видите они одинаковые становятся такой ступенькой идут так надо абсолютное значение брать мало ли что там отрицательное вот теперь все будет внутри отлично теперь создаем примитив add points add vertex это убираем и у меня получается что здесь будет 1 здесь 2 создались примитивы хорошо такая ступенчатая будет доски такие ступенчатые будут мне нужно еще то же самое сделать но в обратную сторону так где-то там не начать вот этот вот нужно значение тогда просто поменять и все да вот это копирую вот это копирую здесь ставлю не гейт оп так с абсолютом у нас что-то не то давайте их подключаем и вот эти надо поменять местами и здесь закрываем полигон получаем доски абсолютно надо убить вообще лишнее это все вот создали доски вот да 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 так торчат они тогда возвращаем абсолют ставим везде но вот здесь вот на гейт тоже ставим вот сюда вот тогда на нормале получается они как бы внутри хула так теперь сделаем реверс досок досок и это можете не делать вот эту вот часть если сложно покажется теперь сделаем теперь сделаем поле экстрад ага реверс тогда не надо делать хорошо пускай будет пускай будет и где то у нас здесь был вот квикшейт а мы сейчас создадим группу тогда все равно их не видно да создадим квик и сюда поставим и вот как получается короче мы делали а икса на не видно да старались там делали и вообще чё тут блин это самое доски суда выскочили короче на ноде хул по моему есть специально такая штукенция которая чё то может с ним делать шлинк сужение сработает нет так 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 пускай он у нас сделается надо было конечно по-другому сделать ну ладно нет работает плохо попробуем взять поле экстрад нет шлинк все таки это не выход из положения она плохо работает так не нужен только фронт и я его сейчас начну выдавливать внутрь вот ну теперь ты сделаешь нет не сделал чё в дело поставить клин все это как-то зал что притягивается не очень хорошо ну вот вроде нормально стало да да нет нет тоже поле экстрад плохо работает просто сделаем трансформ просто сделаем с трансформ так теперь работает нормально так так вот surface polyfill ну вот более-менее вроде наладили систему доски кстати можно сделать тоже покороче вот здесь ват прим remount поставить сабстракт сделать константу и какое значение например там 02 не дотянуть его не дотянет по моему посмотрим да и он и дотягивает это хорошо ну вот все наладилось часы и вишки автоматически наложится и все будет нормально и бочки пора симулировать бочки да нормально все хорошо пойдет так давайте засимулируем просто вниз бросим да и все так здесь они а вот снять сделаю группу а вот снять баррел здесь сделаю длит Так. Здесь поставлю статик выход, здесь Barrel. Допнетворк. Так, мы сейчас их, наверное, запакуем. Так, запакуем. Так, что мы здесь делаем? Ставим gravity, гравитацию. Так, посмотрим. Теперь, может быть, просто взять... Давайте попробуем, может быть, просто... Весь доп. сети уже на СОП уровне. Что у нас здесь симулиться будет? Бочки. Так, корреженшилометры. Давайте 50 кадров хватит. Просимулируем. Так, давайте сам соберу. Допнетворк. Давайте. Так. статик-обжект субпав идем сюда вставим пик напихиваем субпав так коллеги гайд спускай покажет так пакет-обжект ставим с первого входа так с первого входа так пока что я забыл уже все это так 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 запаковываем бочки так и столкновение так legit budget solver поставил на bullet так посмотрим на физику 20% 20% увеличу отскок уменьшу будет дата show guides и мы увидим как она выглядит берем Concave физические свойства тоже поставим 0.1 теперь должно все упасть вот они падают а мы видим она развалилась . нехорошо поставим fuse так выходим на 50 симуляцию ставим стэш стэш input ммм ммм так сюда ставим доп.network достаем бочки так испакуем сразу так вот они упали в принципе нормально в общем то как то они маловато мне кажется надо их это где мы делали бочки и сюда вот где-то инстанции мы делали вот так пересимулируем так пересимулируем и и с и и и и и Ну всё, по-моему. Так, ошибочка вышла и начал рендерить, а стэш поставил после доп.импорта. Записать надо здесь, чтобы они внизу были. Вот теперь нормально. Ничего не провалилось туда внутрь. Да не. Теперь можно рендерить. А то, видите, начал рендерить и они не провалились. Теперь они провалятся. Ну, в общем, такая, в общем, вот бочки, нормально, чё. Такая, в общем, получился рендер пока. Всё. Всё. Всё.